Валенки, да валенки, они мочи, валенки. Здравствуйте. Поговорим сегодня о чём-нибудь родном и близком. О том, что действительно дорого русскому сердцу. Пресловутую водку-балалайку оставим на потом. И обратим наш взгляд на такой хрестоматийный атрибут русской повседневности, как валенки. В разных регионах России валенки называли по-разному. В Нижнем Новгороде чёсанками и катанками. В Тверской и Тамбовской областях валенцами, в Сибири – пимами. Название их зависело ещё и от сорта шерсти. Валенки из козьей шерсти именовали волнушечками или выходками, а из овечей – катанками. Для всякого русского человека эта обувь знакома с детства. Традиционная обувь славян делалась из лыка – лапти. Обувь же из войлока – это традиции степных народов. В евразийских степях от Каспия до Алтая археологи находят иногда древние фрагменты обуви. Самые старые из них восходят к середине первого тысячелетия до нашей эры. Так что валенки – это часть общего евразийского наследия. А в своём современном виде они появились в России сравнительно недавно. Около двухсот лет назад. Ох ты, Коля, Коля Николай! Сиди дома, дома не гуляй! Позарыгская культура горного Алтая – это феноменальное явление в археологии. Позарыг феноменален тем, что он показывает нам культуру почти целиком, во всём её разнообразии. Почти с этнографической точностью. Так, как никакую иную. Ну, пожалуй, Египет может сравниться с позарыгскими памятниками, либо, конечно, сеньзян. История валенок корнями уходит в одну из самых загадочных культур древности – позарыгскую. Казалось бы, где валенки, а где знаменитые алтайские позарыгские курганы? Так вот, именно в них, в условиях вечной мерзлоты, великолепно сохранились остатки валеной шерсти. Первые прото-валенки на территории нашей страны появились приблизительно в IV веке до Новой эры. Важным были исследования на Укоке, проводимые мной Вячеславовичем Молодиным, и исследования в Казахстане, которые происходили под руководством Самашева, который исследовал позарыгские памятники Берели. Вот эти все исследования последних лет, они как бы очертили границы этой культуры. Они показали, что это был не только горный Алтай, но и часть Восточного Казахстана, Алтай казахский, но по сути это тоже алтайская горная страна. И плюс это часть Монголии, куда опять же заходят отроги Алтая. То есть все, что касается алтайской горной системы, здесь находилась в определенный период времени так называемая позарыгская культура. В чем, собственно говоря, необычность? Нигде в мире мы не видим столь древней культуры, великолепно представленной деревянными изделиями. Деревянной резьбой, очень искусной по качеству, великолепно продуманной с художественной точки зрения, образцы совершенно необычного, ушедшего в прошлое, исчезнувшего, вот искусства деревянной резьбы, где мы видим так называемый скифский звериный стиль, язык звериных образов, но выраженный именно в дереве, в деревянной резьбе. Кроме того, позарыг еще представлен удивительной коллекцией текстиля. Под текстилем подразумевается не только ткань, но и войлок в том числе, это тоже текстиль. И вот эти вот предметы одежды, они как раз более чем в какой-либо иной культуре представлены в позарыге. Когда были открыты позарыгские курканы, особенно курканы у кока, мы наконец-то увидели, как одевались эти люди, как одевались кочевники, скотоводы, которые жили в горных районах Алтая. И было очень много сюрпризов. Оказалось, что в культуре очень много тканей, шерстяных тканей, есть шелк. То есть не все упиралось только в кожаную и меховую одежду, как можно было бы подумать. В 2014 году мир потрясла новость. Найдены древние штаны кочевников. Археологи и раньше находили брюки, но на сей раз, как оказалось, самые старые в мире. Я помню важным открытием я назвала эту находку, когда мы, проанализировав кусочек шерсти, выяснили, что эти штаны шили более трех тысяч лет назад. А это означает, что это самые древние сохранившиеся в мире штаны. Обнаружили их мы в могиле. Штаны были надеты на мужчину. Мы предполагаем, что это был воин-всадник. Именно кочевники Центральной Азии изобрели штаны специально для верховой езды. Редактор субтитров А.Семкин